Кстати, режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Омской области полгода назад, из-за паводка по-прежнему действует на всей территории. Проблемы остаются в Тюкалинском и Одесском районах. В этом году большая вода продержалась дольше обычного, а на смену первой и второй волне паводка пришли обильные летние дожди. От подтоплений пострадали жители 24 районов, всего около 20 тысяч человек. На единовременную и материальную помощь из федерального бюджета выделено порядка 339 миллионов рублей. Пострадали 152 объекта инфраструктуры. На их восстановление потребуется 269 миллионов рублей. В региональном правительстве задумались о том, как снизить в будущем риски, которые несут с собой паводок и проливные дожди. Сегодня рассматривается вопрос о возможности реализации на территории Омской области жилищных сертификатов, связанных с переселением граждан из таких районов. Мы же уже четко определились, что в каких районах, при каком уровне воды наступает чрезвычайная ситуация. Ну а я напомню, что новости здесь доступны и в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и в Инстаграме. Мы готовы обсуждать их с вами. Ждем ваших идей и предложений. Субтитры создавал DimaTorzok